В сегодняшнем выпуске мы с вами проведем экстренный биткоин-обзор, посмотрим, что там с ценой и вообще стоит ли бояться текущей ситуации. Рассмотрим реальную, фактическую стоимость золота, а не ту, что отражают графики с ценой по отношению к доллару. А еще на носу у нас выборы президента США. И биткоин-энтузиасты массово решили баллотироваться на этот замечательный, могущественный пост. И если вам обо всем этом интересно услышать, тогда приятного просмотра. Привет, Эдуард, на связи и как обычно начнем с биткоин-обзора. И прежде всего я хотел бы обратить ваше внимание, что сейчас биткоин находится на опасных отметочках. Посмотрите на этот восходящий тренд, на эту линию тренда, которая собой представляет по сути нижнюю грань, так сказать, с натяжкой восходящего треугольника. И по сути это сейчас одна из самых последних преград перед возможным падением цен на биткоин. Вместе с тем, как раз таки эта линия тренда подпирает цены в фигуре нисходящий клин. И вот здесь как раз таки цены готовы зайти в тупик. Вплоть до середины месяца должен быть прорыв. Как раз таки с учетом компрессии объемов, скорее всего он будет сопровождаться каким-то волатильным мощным движением в ту или иную сторону. Но хотел бы еще раз напомнить, что у нас здесь есть очень важный уровень 8600 долларов, ниже которого, если цена спустится, мы можем считать, что это уже начало нисходящего тренда, так как будут образованы нисходящие впадины. Следующий уровень поддержки, вот как раз таки 8600 совпадает со стодневной скользящей средней. Следующий уровень поддержки серьезный, ну скажем так, последний рубеж это 8000 долларов. Если цена спускается ниже него, тогда смело можно говорить о том, что цена биткоина с легкостью спустится и до 6200 долларов. То есть где находится поддержка в виде 200-недельного скользящего среднего, примерно вот на этом уровне. Соответственно, если вы увидите цену биткоина ниже 7000 долларов, то я бы советовал вам уже иметь USD токены на балансах криптовалютных бирж, чтобы там покупать биточек с распродажей. Но тем не менее, пока цена выше 9000 долларов, еще следует помнить, что мы находимся до сих пор в восходящем тренде. И все-таки нисходящий клин это фигура разворота и 70% вероятности того, что она будет пробита в сторону повышения. Но еще раз повторяю, мое субъективное мнение. Мне кажется, что перед каким-то дальнейшим ростом биткоин имеет очень большую вероятность снижения в стоимости. Прям я бы сказал, даже я сейчас уже склоняюсь к 60 на 40, что биткоин все-таки сходит ниже 8000 долларов. И там мы сможем его еще немножечко затарить. И как и прежде, я бы советовал биткоин все-таки не продавать. Вопреки всему, что я сейчас говорю, не продавать биткоин. Потому что это очень опасно и если взвешивать риск-профит, то лучше все-таки оставаться в биткоине, если, конечно же, вы не дейтрейдер какой-нибудь. Потому как вероятность того, что биткоин сходит на 6200, она существует. Но вероятность того, что он сходит ниже, чем на 6200, она крайне мала. Соответственно, выгода, которую вы можете получить, продав биткоин сейчас и попытавшись его купить, даже если он дойдет прямо до 6200, а он может оттуда не дойти, скажем, дойдет до 6500, может составить максимум 50%. Если же этого не случится, вам придется догонять очень стремительно уезжающий поезд и все-таки терять на этой сделке. Поэтому, как обычно, рекомендую не продавать по текущим ценам биткоин, холдить его и если есть источники дохода, то приготовить их для закупа биткоина, если он выпадет ниже 8000 долларов. Соответственно, если же этого не произойдет, просто продолжаем регулярно закупаться биткоином, так как в ближайшем будущем, я имею ввиду ближайший год-два, это может принести буквально 10-кратное, а то и большее увеличение собственных средств. То есть игра действительно стоит свеч. Конечно же, следует помнить о инвестиционных рисках, но я все же крайне верю в биткоин и практически так же верю в него, как и блогер Plan B, математик, который составил модель роста цен биткоина Stock to Flow. Совсем недавно он представлял новую модель Stock to Flow, по данным которой к концу 2021 года цена биткоина должна составлять минимум 288 тысяч долларов. Хочу напомнить, что ранее Plan B уже выдавал две другие модели, более старые. Первая модель Stock to Flow, согласно которой к концу 2021 года цена биткоина должна быть не менее 55 тысяч долларов. Вторая предыдущая модель Stock to Flow версия 2, при которой цена к концу 2021 года должна быть не менее 100 тысяч долларов. И вот Stock to Fix гораздо более смелое предположение, о котором, кстати, я уже рассказывал в своем канале и ссылочка на это видео есть вот здесь в подсказках и в описании. Если вы его еще не видели, то обязательно смотрите, там я рассказывал подробнее о моделировании Stock to Fx. И раз уж мы уже перешли к моделированию ценности биткоина и все-таки это связано с золотом, то давайте уже и поговорим немножечко про золото. И для этого давайте посмотрим на график цен по золоту. Перейдем на месячный таймфрейм для того, чтобы более глобально оценить картину. И здесь, здесь, ну кажется, как будто бы золото вот-вот, вот-вот преодолеет свои предыдущие максимумы и прям вырвется за какие-то сумасшедшие басословные пределы. И, возможно, многие захотят сейчас при такой картине золото немного пошортить. Но нужно не забывать о том, о чем многие забывают, о том, что цена за унцию, за тройскую унцию здесь указана в долларах США. В долларах США, дамы и господа, в той валюте, которая по сути является просто бумажкой 70-х годов после отмены золотого стандарта. Той бумажки, которая печатается бесконтрольно, в особенности в триллионами просто печатается в последнее время. И тем самым обеспечивая все те ваши деньги, которые вы храните у себя в банках, в банковских ячейках, под матрасом и вообще где угодно. Все, что у вас сейчас есть, именно в деньгах, в фиате, все это обесценивается. Потому что есть глобальных масштабов просто мошенничества, которое заключается в том, что кто-то деньги должен зарабатывать, а кто-то их может себе позволить просто напечатать. Тем самым обесценив уже то, что есть. То есть представьте себе на секундочку, если биткоина, которого сейчас 18 копейками миллионов, а всего может быть максимум 21 миллион единиц, в какой-то момент просто становится не 18 миллионов, а 40 миллионов. Соответственно, его в два раза больше, его ценность в два раза меньше становится и ваши биткоины обесцениваются. Вот точно так же происходит сейчас со всеми фиатами деньгами. И с учетом этой инфляции, потери стоимости, потери ценности, следует относиться к этим графикам. То есть золото к долларам именно в таких вот масштабах, именно в декадах, в каких-то десятилетиях. Очень скептично. И я нашел одно исследование, которое как раз таки показывает, что на самом деле золото сейчас находится на своих рекордных просто минимумах. И согласно этого графика видно, что цена золота фактически, то есть если убрать именно инфляцию и взять именно чисто покупательную способность, то цена золота находится на уровне 70-х годов. На тех самых минимумах. А максимум был и по текущим значениям стоимостью доллара как раз таки в 80-х, когда если брать текущее значение, стоимость одной унции приравнивалась к 12 687 долларам. То есть по текущей ценности доллара. Хотя этому графику уже два года, соответственно, это было и еще дороже. Это значит, что цена золота примерно в 7 раз дешевле, чем это было в 80-х годах. Поэтому если вот мы посмотрим на этот график, то фактически вот он этот наш пик 80-е. Здесь было 720 долларов. Считайте, что если бы ценность доллара не менялась, то цена золота была бы примерно на уровне 100 с копейками долларов. Выгодная инвестиция? Возможно. И если мы опустимся чуть ниже, то мы увидим другой график, который относится к серебру. И здесь просто, просто патовая ситуация. И здесь мы видим, что серебро буквально подешевело с 80-х годов в десятки просто раз. Где в 80-х его стоимость была около 700 долларов и сейчас его стоимость, по-моему, меньше 25 долларов. Давайте даже посмотрим. Да, сейчас унция серебра стоит 18. 18 долларов, дамы и господа. 18 долларов против 780-х годов. Это же сколько раз получается. Даже возьму калькулятор посчитать, просто даже интересно. Получается, в 39 раз серебро подешевело фактически по покупательной способности относительно того, что было в 80-х. Хотя графики как бы твердят нам об обратном. Так о чем это говорит, дамы и господа? Это говорит нам о том, что сейчас пришла пора закупать золото, серебро и биткоин. Да, друзья, закупать биткоин. И я уже делал выпуск у себя в своем плейлисте «Биткоин для новичков». Если еще каким-то чудом вы его не видели, то обязательно смотрите. Будет опять же ссылочка в подсказках и в описании к этому видео, в первом комменте. Смотрите. И там как раз таки я сравниваю золото и биткоин. И биткоин имеет даже ряд преимуществ перед золотом. И, кстати, совсем недавно я у себя в своем телеграм-канале, ссылочку на которую вы также найдете в описании, описывал о том, что сейчас в Китае в очередной раз обнаружилась крупная партия фальшивого золота. 83 тонны фальшивого, мать его, золота. Вы можете себе представить, чтобы вам кто-то где-то когда-то смог бы продать фальшивый биткоин. Ну, если, конечно, кроме цыган, которые продавали эти монетки, не знающим людям, что это, в принципе, биткоина нет в физическом состоянии. И биткоин, в отличие от золота, подделать невозможно. Да, у биткоина нет такой истории, как у золота. Но биткоин на текущий момент один из претендентов, ну, на мой взгляд, это было бы очень справедливо, чтобы стать новым резервом, да, то есть отношением всех денег к чему-то. Это было бы гораздо более справедливо. И тогда можно было бы более точно определять стоимость чего-либо, включая то же самое золото и серебро. Потому как сейчас по отношению к резервной валюте доллару, которая печатается, которая ничем не обеспечена, которая пирамида, которая мошенничество, это очень сильно искажает стоимость различных активов. И это не только к золоту относится, это относится и к различного рода акциям, товарам, сырью. Все это крайне искажено и имеет определенный какой-то рост даже только за счет того, что просто доллар теряет свою стоимость. Поэтому, именно поэтому, если вы придете на биржи в таких странах, как Венесуэла или Ливан, и там вы увидите, как будто бы там самый настоящий булран, и все акции просто сказочно взлетают до небес. Нет, это не они набирают стоимость, это теряет в стоимости их национальная валюта. И именно в этом заключается проблема. Ну и напоследок просто скажу, что вполне, вполне может быть. Ну, знаете, это, наверное, конечно, очень смелое предположение, я бы не воспринимал его на все 100% всерьез. Но, тем не менее, целых два биткоин-энтузиаста сейчас решили баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки. Во-первых, это Брок Пирс, это председатель Bitcoin Foundation, сказал, что он собирается баллотироваться в президенты США. А самая горячая новость, это то, что Канни Уэст, Канни Уэст решил баллотироваться в президенты США. И знаете что? Его очень серьезно в этом плане поддержал сам Илон Маск. Вот он, этот твит от Канни Уэста, что он идет баллотироваться в президенты. И это не шутка, это не пиар, это на полном серьезе. И вот ответ на этот твит Илона Маска, ты получишь мою полную поддержку. То есть Канни Уэст, миллиардер, чье состояние оценивается более чем в 1 миллиард долларов, решил баллотироваться. Его, вот уже мемчики пошли, его поддерживает один из самых богатейших людей в мире, Илон Маск. Состояние которого оценивается более чем в 40 миллиардов долларов, то есть личных чисто средств. И вот эти два чувачка, я не знаю где они там тусили, как эта идея в голову пришла, но она пришла и вещают о нее на полном серьезе. И оба этих человека неоднократно говорили о своей заинтересованности в биткоине и в том, что им нравится эта идея и как финансовая система. Что будет, если хотя бы один из них, Брок Пирс или Канни Уэст станут президентом? Будет ли легче от этого биткоину и будет ли от этого его более широкое признание общественностью? Только время покажет. Но, хоть это и мечты, розовые мечты, но очень, знаете, хотелось бы, чтобы так произошло. А вообще, я верю в моделирование Stock to Flow. И, конечно, я бы не стал говорить о том, что цена биткоина к концу 2021 года будет минимум 288 тысяч долларов. Но вот 100 тысяч долларов это вполне себе может быть. Ну, а для того, чтобы все-таки встретить тузымунчик с набитыми крипто кошельками, их нужно уже сейчас подготавливать. То есть, уже сейчас нужно зарабатывать биткоины. И о том, как их зарабатывать, я писал у себя в телеграм-канале в последнем посте, который называется «Как там дела в Биталиум?». Я в этом проекте за 40 дней заработал более 110 тысяч долларов. Это более 11 биткоинов. Я их заработал по партнерской программе и благодаря собственным инвестициям по пассивному доходу. Так что, в описании будет ссылочка для регистрации в этот проект. Там же будет ссылочка на видеоинструкцию и обзор, и полный маркетинг этого проекта. И что там вообще за риски, и какие есть возможности. Обязательно с этим знакомьтесь. А уже со следующей недели для партнеров в своей команде я буду организовывать регулярные зум-встречи, где буду корректировать их деятельность с целью повышения их заработков. С целью, чтобы люди быстрее выходили на эти доходы. Поэтому используйте все возможности, которые есть сегодня. Зарабатывайте как можно больше денег. Ведь эти деньги в течение достаточно короткого срока могут быть приумножены в десятки раз. Ну а на этом у меня все. И я, как обычно, желаю вам жирного профита. До скорых встреч, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова